И вот получилось так, что они не участвовали. И когда собор принял какие-то решения, а решения были об осуждении так называемого монофизитства, то армяне не приняли, потому что никто их не спрашивал, их там не было и так далее. А прошло еще почти век, и армяне стали думать, принимать или не принимать вот этот собор. В конце концов, они не приняли Халькидонского собора, а потом все последующие соборы. Отсюда многие делают вывод, раз они собор не приняли, а собор осудил его физитство, значит, они его физиты. И, увы, очень часто, кстати, в духовной школе русской православной церкви иногда вот так именно и преподают армяне монофизитами. Это абсолютно неправильно. Это, скажем так, такое богостовское невежество. На самом деле, армянская церковь больше, чем какая угодно, осуждает монофизитство. Вот на каждом подароке, то есть на каждой божественной литургии, после чтения символа веры, армянская церковь читает анафел и придает анафел именно монофизитству. Ну, среди прочих, не только. Поэтому, какие они малофизит, они сами читают анафел на каждой службе, представьте себе. Дело в том, что армяне решили, что вот в постановлениях Халькидонского собора они были очень похожи на нестурианство, которое предыдущий собор осудил. И, чтобы не впасть в эту единицу, они так и не приняли Халькидонский собор. Халькидонский собор имеет очень сложную историю. Его несколько раз отрицали. Даже византийская церковь через 25 лет не принимала, после Халькидонского собора, не принимала его. Именно когда армяне себе задавали этот вопрос, принимать или нет, они посмотрели, а что греки делают. А в тот момент греки осуждали Халькидонский собор. Поэтому вот вопрос очень сложный, да. Но теперь, что такое мануфизитство? Это верить в то, что у Иисуса Христа только Божественная природа. То есть, Он не настоящий человек, а, скажем так, Бог, который казался человеком. Но если это так, значит, Он не мог страдать. Значит, все, Его как бы искупительный подвиг, это, ну, как бы, Он делал вид, что страдает. Но Бог не страдает. И так далее. И целый ряд последствий, да. Мануфизитство – это учение, ересь такого эфтихиерки, мандрита Константинопольского, который говорит, да, у Христа есть и человеческая, и божественная природа, но его человеческая природа теряется в божественной, как капля меда в океане. Если вы бросьте каплю меда в океане, океан не станет слабым, да? Вот таким образом, то есть, его человеческая природа совершенно теряется. Вот это и есть. Но армянская церковь никогда не исповедовала эту доктрину, скажем так. Армянская церковь придерживается в своей христологии богословием Кирилла Александрийского. Отсюда вывод. Если армяне – еретики, то и Кирилл Александрийский вместе с ним тоже еретик. А для нас это один из отцов церкви. Для нас православно. И так же для которых и так далее. Поэтому получается, это очень интересная вещь. Это такое, отчасти, лингвистическое недоразумение. Потому что армяне такие тонкости, как сказать, греческой философии в переводе, но иногда не совсем понимали, или вот им переводили не совсем правильно и так далее. Прежде всего, это лингвистическое недоразумение. А потом всякие исторические причины. Надо говорить, что у армян были очень сложные отношения с Византией. По той причине, что византицы не очень добивали. И потому принять собор означало принять византийскую церковь. Вот почему армянская церковь никогда не. Но надо еще сказать, что, например, в средние века были святые епископы армянской церкви, которые вступили в очень плодотворный диалог и с православными, и с католиками. Вот был такой нерцез благодатный Шнор-Али по-армянски, который установил очень хороший диалог с греками. Но греки казались не на высоте. А потом после него был такой нерцез лампрунаци, который наоборот вступил в диалог с католиками. Но и там. И католики тоже его любили. Поэтому вот очень сложно на самом деле установить. Теперь вопрос. Уверили ли мы, что нашу веру можно определить только единой формулировкой, которая вот формулировка Кайкидонского собора. Может быть, одну и ту же веру можно выражать по-разному. И вот многие богословы на сегодняшний день, притом не только армянские богословы, но и некоторые православные богословы, и в том числе некоторые иерархи нашей русской православной церкви, и некоторые католические богословы, считают, что армяне на самом деле исповедуют абсолютно такую же веру Иисуса Христа как настоящего человека, настоящего Бога, что и другие Кайкидонские церкви. Вот это состояние диалога до сих пор между церковью. К сожалению, нет у нас полного общения. То есть мы не можем служить вместе литургией, например. Потому что пока официально наши церкви не полностью, скажем, примирились, не полностью признали, что вот да, вы такие же православные коронки. Но все-таки обнадеживает то, что как частное мнение, многие богословы и автария, среди них и определенные иерархи, высокопоставленные иерархи наши русские православные церкви, все-таки считают, как я, что армяне, конечно, не языкуют, не манхизиты. И тогда возникает вопрос, кто они такие? Вот я говорю, они православные. Только вот поэтому используется такое слово «ориентальные церкви». Вот византийские православные церкви называются по-английски «Eastern Orthodox Churches». А вот другие церкви, которые восточные и не принимали Катидонского собора, а это армяне, кофты, сирийцы, индийцы, там много, целая группа церквей в Индии. Так называемые «Сент Томас Крещенс». Так вот, эти церкви, их называют «Oriental Orthodox Churches». Вот византийские – «Eastern», а эти – «Oriental». Но по-русски, к сожалению, это не срабатывает, а как и то, и другое будет восточным. Поэтому иногда говорят «древние церкви Востока». Вот одна из этих есть армяне-ско-постовская церковь. Это чтобы объяснить вот тем, кто, я даже не помню, кто мне задавал вопрос, но вот такой ответ. У армян вот самоназвание церкви – это по-армянски так, «Хай Аракелакан Экехетси». Это означает «армянская апостольская церковь». То есть, они себя не называют православными, но многие считают, что они православные. Должен сказать, что когда я написал в статье, что, конечно, армяне православны, к моему удивлению, против меня восстали не только и не столько мои собратья православные, а в том числе один богословый армянской церкви, кто сказал, что нет, мы никакие не православные. Зачем вы нам навязываете свое? Но я знаю, что множество православных армянской церкви считают, и, конечно, православные. Но во всяком случае, что такое православие? Православие – это вот что? Единая, святая, соборная и апостольская церковь. Вот это определение православия. Но эти слова, конечно, армяне повторяют во время символа веры. Чуть-чуть в другом порядке, потому что святая они ставят в конце, по-армянски. Ну, так получилось, да? Но, в общем-то, все те же слова слова. А что такое апостольская церковь? Апостольская церковь – значит, что основали апостоли, это мы знаем. Фадей, Вархаламей нам несколько раз сегодня повторяли. Это означает, что она сохранила апостольский характер. То есть, что, во-первых, ее вероучение апостольское, что ее устройство апостольское, то есть, сама структура церкви, где епископ, священник, диакон, мирянин и так далее, вот это апостольское устройство, да? Она абсолютно общая у православных, у армян, у коптов, у католиков и так далее, да? Но есть еще очень важный один момент. Церковь является апостольской, если она не теряла способность нести Слово Божие. Мы обычно, когда говорится вот эти слова, особенно апостольское, мы все смотрим в прошлое, да? А апостольское также относится к будущему. Церковь апостольская, если мы умеем донести до людей Слово Божие, если мы не умеем разговаривать с молодежью, с интеллигенцией, с образованными людьми, с простыми людьми, с бомжами, с кем угодно, если мы умеем это делать, то мы и апостольская церковь, да? Так вот, армянская церковь, которая в диаспоре живет в самых разных странах мира, которая армяне, допустим, французские армяне, они настоящие французы, итальянские армяне, они настоящие итальянцы, притом не теряя свою идентичность. Это безумно интересный пример. Не у всех народов, у кого есть диаспора, получается так. Все-таки сохранить свое лицо и впустить все очень глубокие корни в той стране, в той культуре, где эти люди находятся. Вот. Это почему? Потому что армянская церковь смогла действительно обратить Слово, то есть благовестие в Англии, вот во всех, ну, в рамках самых разных культур. Вот, что мне кажется, очень важно. Поэтому, безусловно, они не только называются апостольской церковью, они и есть апостольская церковь. Если это так, мы, как православные, никак не можем считать армян какими-то отщепенцами или полуэретиками, или полуэретиками. Это, конечно, невежество. Поэтому я хочу от имени своих собратьев, очень многих, священнослужителей русской православной церкви, попросить у вас прощения. Потому что очень часто бывает, что Армения входит в храм православного, как только он крестится, так наоборот. С рассмотрением, он говорит, католик. Нет, нет, я не католик, я бы не айшу служил. Значит, им оно физическое, иди отсюда. Вы нас простите, иногда это невежество. Но мы все-таки считаем, что это временное явление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...